Это программа, который будет называть «Новые коллекции» «Новые драмы, валюты, музыка, культуры французской». В общем, не надо заниматься другими вещами, кроме поэзии. Я думаю, метод важен. Здравствуйте, я Петер Гринвайн. Хорошо? Хорошо, спасибо большое. В чем счастье человека, на ваш взгляд? В отсутствии угрызения совести. А знаете, какая мечта передо мной? Только чтобы не испортить свои собственные жизни и не повредить другим. Больше мечты я уже не имею. Привет, я вас люблю. Идет! 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 Герой сегодняшней нашей программы – художник. Он живет и работает в Минске. Его картины стоят дорого, но имеют спрос. А для художника это очень важно – быть востребованным при жизни. Он единственный белорусский художник, который выставлялся в стенах Европарламента. Он единственный, который имеет заказ самой принцессы Бельгии – нарисовать ее портрет. У него сейчас контракт со всемирно известной галереей Гранера. И в данный момент в Брюсселе проходит его новая выставка. Думаю, вы согласитесь с тем, что если бы его работы ничего из себя не представляли, он не имел бы такого успеха. Достаточно можно сказать, что я такой большой дурак. Я небольшой дурак, понимаешь? И поэтому мне пока еще, еще хочется. Понимаешь? Я работаю, например, я очень к себе, ты так знаешь, отношусь как… Ну вот, наверное, самый большой критик – это сам я, сам для себя. И сам себя, да? Мне 45 лет, это не так мало, хотя у нас считается, что ты еще молодой личина, еще такая странная. Художники все – это 60, молодые художники. Какая-то такая странная поверье, не знаю, установка какая-то. Думаю, что все хорошо, пока все идет нормально. Особенно вот последние годы 10, когда я уверовал в свои творческие силы, вот почему я счастлив. Потому что я делаю свое, я делаю еще, повторяю, у себя на родине, что очень важно. И мой труд востребован, моя работа нравится людям, совершенно разным людям. Счастье, все. Смотрите, такая тихая радость. Спокой, да. Вечный покой такой, над вечным покоем, да? Такой левитантный, неплохой пейзажист. Вот, я занимаюсь пейзажем мало, только так. Просто, ну, делаю какие-то работы, в принципе, это. Хорошо покупаю эти работы пейзажа, а я так равнодушен совершенно к пейзажам. Я делаю такие. Ну, хотя, да, и пейзаж, любой мой пейзаж, любая моя работа, она, ну, что ли, севастопско-значимая, я начинаю делать какие-то там моменты. Казалось бы, пейзаж, но там, я совершенно по-другому. То есть, еще один, скажем, автопортрет мой. Любой мой пейзаж, он совершенно не привязан к определенному месту. То есть, с натурой я уже давно не работаю. Значит, все вообще очень часто спрашивают меня, Андрей, Андрей, вот, позируйте тебе. Если женщина, у меня там большое количество женщин на моих полотнах, да, кто тебе позирует? Ну, никто. Жена позирует, изредка. Ну, если, опять-таки, заказные какие-то работы, вот, я, значит, уже где-то час-два. Вот сейчас, даже, взятая Бельгия, например. Вот, на принятии пару раз еще, там, пару сеансов. Хотя работа, в принципе, сделана нормально, и я считаю, так достойно. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» И даже вообще мне кажется, что, если бы, скажем, ее не было, то вот я, как смоляк, вот, уже явлением, мне кажется, понимаете, я уже привык, там, нравящийся художник, национальное достояние. Ну, это в хорошем смысле, ты же понимаешь, это без, так, с тенью самой иронии, что ли, понимаешь, ну, еще пока горит. Вот, и поэтому я ее очень люблю и считаю, что это тоже один из даров Господа, это как зрение, как умение видеть как-то по-особому мир окружающий. И вот Господь дал мне эту женщину, которая, даже, как я говорю, она даже талантливее меня, наверное, раз в сто, мне так кажется. Музыка Музыка Как познакомились? Познакомились в институте. Значит, подружились. И уже мы так больше 20 лет живем вместе. Музыка Это был день такой, на первом курсе. Я шла с букетом огромным в сирене, я никак не могла войти в общежитие, в дверь общежития. Андрей стал на остановке, так получилось. Он мне помог с этим букетом пройти. И у нас какой-то такой взгляд. Раз, увидели друг друга, и он меня пригласил на свидание. Вот, и поэтому этот день, такой весенний, когда цветут сады, это наш день. День нашей встречи. Он был такой красивый, как раз он только говорил. Я обычно болтушка такая. В этот день я молчала, я как завороженная просмотрела. Он мне казался вообще инопланетянином каким-то, таким вообще человеком, который сводился откуда-то. Мне кажется, таких я не видела никогда раньше людей. Я была влюблена с первого взгляда. Я верю теперь в любовь с первого взгляда. Когда говорят, что, мол, такое бывает, я говорю, да, бывает. Потому что у меня сто процентов было так. Вот это мое, то есть, когда только я ее увидел, сразу же, я уже знал, что это будет моя жена. Мы очень долго с ней встречались, наверное, с полгода. Ну, так как-то. Обыкновенно гораздо проще все это делать у молодых людей. Да я не знаю, я могу есть очень дорогую рыбу, могу есть там, мне очень нравится, там, нацелангуски, то ростки, креветки. Ну, все, где-то на каком-то уровне, там, устры, например, жена не любит усердь вообще. А я обожаю. Здесь гораздо сложнее это все добывать. Потому что, ну, ты понимаешь, почему долго очень везти, там, из Франции, или, там, Бельгия. Вот. Ну, и я могу купить кильку за 20 копеек и есть с таким же удовольствием, и получать громадное наслаждение от обладания вот этой килькой. И она переливается. Близьте, глазка у нее симпатична. Мне совершенно все равно. Я не люблю. Могу есть хлеб, могу есть, не все равно. Ну, водку люблю, хорошую, вот, нашлищая, хорошая, вот, белорусская, чудная водка. Лучшая водка в мире, маленькая реклама. Вот. И вот это и есть счастье, радоваться кильке и хотеть есть кусочек хлеба с маслом. Да тут, понимаешь, сколько бы ты ни говорил об этом, я могу говорить два дня и могу сказать, там, в минуту уложиться. Ну, попробуй в минуту, если можно. Счастье это то, что я жив, здоров, кто-то, Господи, дай мне еще сколько-то лет таких счастливых, светлых. Дай Бог здоровья моей жене, любимой, тещи, тести, ума, здоровья, естественно, сыну и моему народу, понимаешь, белорусскому народу. Мне кажется, не вполне, так сказать, я думаю, что он достоин большей, более, ну, высокой, что ли, роли, понимаешь. И как это, достатка большего в том смысле, материально, да, конечно. Вот так, исторически, что ли, как-то неверно. Ну, нация такая, что ж поделать, понимаешь, что вот такие мы белорусы. Немножко, немножко как-то уже Богом так определенно, предначертано, да, что и белорусы, они такие покладистые, добрые, и как бы немножко чем-то обделенно. Но я так не думаю, потому что, я считаю, что у нас вот художественная школа просто супер, сейчас мы переживаем просто громадный взлет, ну, понимаешь. Художественная школа, художественная школа, да. Да, великолепных массов, художественная, супер. Музыка. 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 Веласкетс, Пикассо, Рембрандт. Ну, ты знаешь, вот сейчас Пикассо, я считаю, на номер один. Каждый период он для меня рождает нового что-либо мира. А мне все нравятся. Я даже захожу на выставку, даже у нас, республиканские там, то есть какие-то, то есть процентов 50, прекрасных, первосортных, великолепных работают, евроуровных. Меня это очень радует. Я искренне радуюсь за успех любого художника. Никогда у меня не возникало момента, что, ох, он там что-то где-то лучше там. То есть тоже счастье, я независимый совершенно. Тоже это Господа дар, потому что очень много людей есть, которые, если он видит, что там у соседа где-то как-то чуть-чуть получше, все это горе, это он спать не может. Ну, про меня вообще какие-то истории, послушать, что про тебя говорят, это там чуть ли, ну, ты же, наверное, что-то слышал там. Да, ничего не слышал. Ничего не слышал. Ну и слава Богу, понимаешь. Ну, просто откуда кто-то же это, так сказать, вынашивает что-либо и потом выдает свет. Весна для меня, это тогда, когда работает хорошо, когда у тебя, в общем-то, появляется твоего создания. Вещь талантливая, интересная. Вот весна. Осень, это тоже, когда рождаются образы. Я люблю. Главное, жить. Ой, весна для меня любовь. Любовь, любовь, любовь. Весна – это цветы, весна – это улыбки, весна – это красивые женщины, красивые мужчины. Весна – это обновление, наверное, природы, обновление чувств, все по-новому начинается. Любовь – это поступки. Это умение собой пожертвовать ради любимого человека. Это умение подарить ему все, что у тебя есть. Вот. Открыть весь мир для него. Ну, в смысле, то, что ты можешь это сделать. Поэтому, если-нибудь любить по-настоящему, если они смогут отдавать все себя, наверное, ой, какой ветер, наверное, тогда они будут самыми счастливыми тоже. Я так думаю. Я же здесь для того, в общем-то, и существую, для чего рождается художник, да, в мире в этом. Ну, вот. Чтобы больше каких-то красивых моментов, чтобы возникало. Больше цветов, практически, как говорили. Это целостовское такое значение в этом смысле. Побольше красоты, поменьше зла, гадости, мерзости и так далее. Я хожу, я всегда улыбаюсь, хотя у меня не каждый день хорошо все на душе. Ну, как я прихожу, вот, во дворец, например, стоят девочки, женщины там, которые приведут. Солнышко наше пришло, я все время улыбаюсь. Ну, вот, с одной стороны, наверное, хорошо. Чем больше мы будем улыбаться, даже пусть, ну, как, заведомо, там, скажем, тебе плохо. Ну, чизл, и в жизни. Ну, так, один улыбаться, второй улыбаться, все улыбаются, значит, хорошо. То есть, хорошая энергия, энергетика хорошая, очень важна. Вот, и поэтому я как могу, из посредних сил, ну, каких сил-то, ну, все прекрасно, как говорится, а бы войны не было, в этом есть смысл большой. Субтитры сделал DimaTorzok И думаешь, ну, елки-палки, может быть, уже пора, уже все-таки годы идут, да, уже, может быть. Ну, понимаешь, тут же, когда ты, значит, становишься стариком, когда у тебя просто этот иссякает, вот, вот это вот, ну, машина эта, я не знаю, Динамо, или там, атом этот, который, мирный атом, здоровый. Вот, вот, мне кажется, что я очень молодой и такой, вообще, мальчик еще, по идее. И я, прежде всего, по своим, что ли, разрешающим, нарождающим этим моментом, я рождаю каждый день еще, 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 еще. То есть, яйцеклетка работает, вот, это творчество великолепно. Каждый день у меня достаточное количество каких-то моментов, так, великолепных, прекрасных, топливных. То есть, здорово, значит, пока и пока еще я, так, силен, силен. Субтитры сделал DimaTorzok